Где пирамида, где страны расположены в иерархическом порядке по уровню коррупции и Россия оказывается, естественно, далеко-далеко внизу, там рядом с Узбекистаном и такое формирование патриотизма происходит. Может быть, Валентина Ивановна имеет смысл дать поручение профильному комитету посмотреть, что это за ситуация, откуда идут такого рода предложения, потому что патриотизм это одно, а борьба с коррупцией, навязыванием в разных школах это очень опасная тенденция. Ну, видите, очень опасная тенденция бороться с коррупцией, начиная со школы. Валентина Матвиенко при этом поручила комитету Верхней Палаты по образованию посмотреть эту информацию и откуда она исходит. А сенатор от Крыма Ольга Коветиди отметила, что началась кампания по выборам президента, начались забастовки, выводят школьников на площади и студентов. В Украине, отметила она, мы все это уже проходили, но наше государство великое, победить сложно, высказалась сенатор под Крымом. Ну и мы к другим новостям. Мы хотим поближе к земле немножко. К нашей, так сказать, к московской. Еще пока не перекопанные, но это легко исправить. Сегодня была большая пресс-конференция по поводу планов московских властей относительно московских же улиц. Речь идет о программе «Моя улица», которая возобновляется уже в апреле. И перекапывать улицы будут вплоть до дня города, то есть до начала сентября. Первые несколько месяцев более активно, затем чуть менее активно. Но вот план озвучил сегодня заммэра Петр Берегов. Реконструировать в этом году будут 80 улиц. Для сравнения, в прошлом году было 60. И ой, как же наши слушатели на то, как они устали, мягко выражаясь, скакать через перекопанные, прорытые траншеи, обходить на перегороженные, ремонтируемые участки. И даже летом в полустой Москве стоять совершенно невероятных проб. Надо в этом году все это будет еще масштабнее. 80 улиц против 60. Я веду схему, например, благоустройство. Все садовое кольцо, например. То есть целиком. Обещано было, возможно, это была угроза такая, что так восприняло, что...